здравствуйте друзья мы сегодня в гостях у семьи соболевых на их поместье они занимаются своим участком уже 14 лет саша и таня и их дети здесь живут мы с ними дружим потому что это одни из наших ближайших соседей поэтому я достаточно неплохо знаю их поместье у них накоплен опыт в строительстве каркасных домов такой удачный не у всех он из нас он удачный будет интересно посмотреть на их пруды по поводу строительства прудов будет интересно я думаю по поводу огорода узнать вот ну и также будем узнавать по поводу планировки какие ошибки что у них может быть получилось не совсем удачно так как хотелось бы пойдем слушай ну может быть для начала расскажешь по поводу планировки что вы думали в начале делать что у вас в итоге получилось и чтобы ты сейчас сделал по-другому если бы вот заново начинала когда мы приехали на участок была дима и участок был полностью заросший лесом мелким мелким лесом но заросший был до непрозрачной и поэтому увидеть что что он из себя представляет этот участок совершенно невозможно и соответственно спланировать на тот момент где что будет находиться было не видно когда наступило лето мы смогли пройти получат хотя бы опять же участок не был виден он не был прозрачен и мы начали строится иначе начали на время шло и надо было скорее двигаться и мы поэтому начали строится буквально почти в первом попавшемся месте сейчас бы конечно прежде чем начинать что-то строить я бы сначала изучил бы участок очень плотно измерил бы рельеф посмотрел бы первое что мы успели тогда сделать это единственное что мы сориентировались по сторонам цвета где север где и то что он дорога от дороги мы прижали поближе дом поставим ну да но это кстати вот я об этом говорил у меня далеко получилось но то есть получается даже особых не было как бы мыслей где делать сад там огород где лесная зона вот какие такие вещи не было практически практически не было то есть у нас было два может быть участка относительно свободных и на первом же попавшемся свободном месте мы вот уже первый же год разбили сад потом только потому что это было свободное нет практически без не задумываясь и сейчас бы я конечно на самом деле мы попали мы попали в то наилучшее место лучше все равно нету на участке хорошем смысле попали да потому что это оказалось самое высокое место на участке в итоге то есть то что мы посадили она там оказалось наилучших условиях для плодовых деревьев там все-таки грунтовые воды подальше чуть-чуть вообще вот при том что мы так и достаточно хаотично принялись за это дело во многом мы не ошиблись просто ну так звезды в общем совпали не надо скромничать вы все правильно придумали в процессе по крайней мере ну хорошо то есть но 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 сейчас ну ты нам покажешь что у вас получилось да мы сейчас будем снимать а какие-то вот все-таки мысли по поводу того чтобы ты сейчас по-другому сделать и сказал промерить рельеф там еще что-то но вот какие-то соображения по поводу планировки может быть все-таки что-то у вас получилось не совсем так как вот но надо было бы если касаться планировки вот пруд который около которого мы стоим он был вырод на 1 попавшейся полянки между берез просто потому что было куда заехать экскаватору без спиливания пилить на тот момент было даже и нечем и сейчас если бы я начинал копать вот начинал строить самого начала я бы конечно не на этом месте наверное расположил бы пруд вполне возможно что я бы обошелся одним прудом я бы копал его на том месте где у меня сейчас второй вырод на нашел бы вот самое низкое место я спланировал бы куда у меня отвалы будут выложены здесь получилось так что отвал и просто вокруг пруда навалил и потом имел с ними много проблем как их убрать так бы я бы спланировал где у меня будет отвал и он был меня какую-то функцию полезную выполнял да не просто был был высыпан была высыпана земля наверное да вот это было в какой-то мере ошибка хотя как она в результате получилось сейчас это выглядит вполне естественно и есть определенная даже и полезная оказалось функцию тех отвалов которые образовались потому что они вот прикрывают второй домик мы там строим за прудом и они получаются как бы его прикрывают и получается два разных пространства вы воспользовались мы как-то воспользовались ситуацией да но хорошо а вот дом в итоге вы в удачном месте расположили для этого дома для основного жилого дома лучшего места не найти найти удача эмоции мации так и и сад в принципе более менее да получилось на юге ты может быть это покажешь нам тогда сразу у тебя я знаю есть схема участка чтобы было понятно как он выглядит несколько лет спустя уже когда участок в основном был обихожен как-то было пойму же стало понятно где что находится вот тут я принялся рисовать схемы я пошел учиться на ландшафтный дизайн и начал рисовать как нас учил преподаватель начал рисовать схемы надо было конечно с этого начинать другой стороны без этого опыта без некоторого количества набитых ошибок честно говоря вот обучение она немножко абстрактно ложится так что в общем то иногда может быть и полезно чуть-чуть побиться ну да да наверное так в общем вот схема у меня действительно есть правильно держу меня может перевернуть как вот так и правильные держишь отлично вот участок у нас получился треугольной такой формы почти треугольный здесь сразу я распланировал вот у меня тут стрелочка где палит он она север вот он как бы не вверх а немножечко левее да вот вот стороны света и сразу рисуется на участке основной уклон вот я его себе обозначил таким образом сразу участок вот я я явно для меня по крайней мере куда будут течь вешние воды вот и откуда будет преимущественно освещение солнцем вот потом участок я его свел прямо с карты которая как это называется землемерные то вот эти геодетический план то есть я его перевел сюда очень точно вот но на тот момент уже дом был построен и первый пруд вырод и поэтому чтобы с ними не ошибиться мы делали саша погоди секунду а можно что еще раз еще показать здесь вот на этой схеме то все таки чтобы мы понимали где дом где дорога где вы заезжаете что основные как бы элементы вот что есть на участке значит дорога у нас проходит вот основной подъездной путь вот это у нас дом он находится буквально там в 8 10 метрах от дороги вот этот первый пруд и вот была построена баня прямо над самым прудом это то что было уже сделано к моменту составления но но можешь еще на этом у тебя будет на других схемах то что сейчас и для того чтобы сейчас я просто расскажу для того чтобы точно перенести дом и пруд мы распечатали google карту в том же совершенно масштабе и вот тут видно и дом и пруд то есть я их просто перенес исходя из вот с этой фотографии на не геодетические измерения после фотографии перенес вот все остальное что на той схеме нарисовано это уже как раз планы освоения то есть сначала вынес на что где находится и для себя и здесь обозначил там детская спортивная площадка кастровая полянка питомник хозяйственная зона зона отдыха входная въездная зона парковая плодовый сад то есть я для себя как бы вынес и указал на схеме где это все расположено но а можешь сейчас на схеме все-таки показать про конкретно вот это вот кстати я так понимаю колодец это колодец вот ну где вот это вот все находится детская площадка сколько я это делал уже несколько лет назад то то что здесь на схеме планировалось не всегда совпадает с тем как она получилась где она оказалась лучше но что-то совпадает во многом и вот плодовый сад например у нас он располагается на самой южной части вот у нас юг вот самой южной части участка и она же самая высокая уклон вот вниз направо как бы да вот а здесь у нас получается самая высокая и самая освещенная зона вот дальше ну из того что здесь сейчас на данный момент видно вот я выкопал большой пруд вот этот пруд он располагается в самой низкой зоне самой низкой стороне участка и самой дальней естественным образом вода как бы стекает весной вся собирается здесь видны отвал и труда я их сразу обозначил потому что это необходимо это непрозрачные зрительно непрозрачные объекты и поскольку для ландшафтного дизайна схема делалась то чтобы видно было где видно а где не видно это очень важно на что что мы увидим там посадим здесь чего-нибудь и не увидим его дома поэтому на схеме обязательно они есть из того что еще здесь огородные зоны они уже тоже здесь вот обозначена даже сам уже не вижу в общем вот здесь вот у нас огород некоторые из них эти уже перенесены они в том месте где они планировали они себя не оправдать поэтому частично уже изменено вот нарисована здесь наклонная гряда мы на нее сходим я покажу здесь она одна сейчас уже сделано вот здесь вот еще вторая но они себя очень оправдали ну из того что там есть например спортивная площадка она здесь как детская спортивная площадка и нарисована вот тут вот а реально она сейчас располагается вот в этом месте но в любом случае себе вот когда такую схему рисуешь гораздо проще размещать объекты удобнее вообще видеть это все а вот это вот лесная зона на данный момент это да это зона у меня здесь обозначена береза сейчас они еще вот пожалуйста есть перспективе там уже засажено большое количество дубов и кедров перспективе береза оттуда уйдет и поднимется там так местная зона и драчи дуброва хорошо здесь вот меня написано например зона перспективного развития то есть на тот момент я еще не предполагал что будет вот и оставляла себе в резерве вот а сейчас вот здесь уже понятно что здесь будет таежный угол такой а здесь сейчас строится уже маленький домик ну семья расширяется и в общем чтобы было два места для жительства отлично для планировки дальнейшем например можно делать ну можно на бумаге делать а кто владеет может делать в аптекаде на каком-то артикаде я делал на бумаге потому что не так удобно вот таким вот образом обозначаются места зрительно непрозрачные то есть вот клеточками это вот отвалы или дом то есть через них ничего не видно да вот а вот такие вот это полупрозрачные то вот березовые рощи там какие-то то есть через них можно что-то увидеть это такой зрительный план по науке еще одна колечко это это дорожно тропиночная сеточка то есть красному меня обозначены дорожки по которым там кто-то ну планируемой дорожки какие-то уже существуют вот эти вот например двойные а какие-то только планировались на тот момент и когда рисовал вот и здесь нарисованы какие-то ручейки которые вот тоже опять же некоторых уже сейчас и нету но в тот момент когда я рисовал это либо планировалось либо уже было то есть водные объекты и также видовые точки я рисовал то есть вот эти стрелочки это те места откуда какие-то более менее интересные виды обозначал на плане это все как бы можно будет потом зайти и посмотреть для того чтобы какие-то осуществлять посадки но это опять же с ландшафтной точки зрения важно знать видовые точки откуда это будет смотреться и вот такие вот для любого дела делают отдельные как бы слои кто-то на компьютере кто-то на колечке это делает вот этими слоями можно вот увидеть что в дальнейшем будет гладко было на бумаге забыли про овраги вот это не про не про это здесь на враге указаны а дальше делаются следующие дальше вот это общий план на нем мало что видно а дальше уже деталировку рисую более подробно вот у меня дом вот дорога и вот маленький пруд первый как видно масштаб такое что второй пруд уже не виден здесь я уже рисую может быть и плохо видно но в общем планируемые посадки вот эти кружочки это как будут выглядеть растения через как пока-то лет то есть это их диаметр кроны вот это тоже это живая изгородь из ели например вот эта дорожка это очевидно а дальше разрисовывается еще более крупным масштабом и уже как бы уже с цветом как мои посадки будут выглядеть пальмы какие-то нет этого это низкорослые хвойные кустарники вот у них такой голубоватый цвет хвои да выглядит сверху как некоторые деревья не вот такой диаметр кроны дадут когда будут большими это в масштабе как бы с домом сразу вид вот таким образом можно себе разрисовать план ну в данном случае речь идет о ландшафтном плане но можно таким образом тебе составить план построек всевозможных хозяйственных домов всего остального ищите ну выбираете участок и тогда вы смотрите на нем вот и залесенности рельеф и расположение по сторонам света изучаете и вплоть до розы и ветров и гидрологический режим очень очень много что нужно учесть при планировке и на участке потом сформироваться там может быть нужен дренаж а может быть нужно наоборот собрать воду то есть вот такие вот вещи начинаете смотреть учитывать зависимости от рельефа и ветров и от солнца и от леса есть он или нет вот такую мысль хотел бы нести такой немножко все-таки замкнутый круг для меня это звучит так она где бы взять вот этот опыт который потом появляется чтобы понять все эти вещи самом начале и потом вот ну я мне например не очень понятно все таки вот на практике вот в твоем случае там ну может быть у тебя было что-то ты вот не понял чем ты будешь заниматься потом и все-таки немножко неправильно как бы но изначально там по планировке да по большому счету мы вообще не очень планирую например заниматься огородом мы думали что сад нам необходим но у нас вообще не стояла практически вопроса о том где выбрать где выбрать себе где купить поместье на тот момент казалось что поместье можно купить только здесь в владимирской области в судоготском районе и поэтому выбирать более плодородную почву более благоприятный климат об этом речь вообще не шла вы не знали про другие поселения мы вообще не знали про другие поселения соответственно что выросло то выросло называется а потом уже да действительно понимание пришло мы думали что мы будем жить в лесу нам так нравится в лесу а тут уже был готовый лес березовый какая думали красота а потом стало выясняться что мы это в общем то мечтали жить и не совсем в лесу и леста должен быть не березовый да и заниматься мы будем не только это самое как рассказать любоваться березами а вообще-то и сельское хозяйство мы будем развивать нам интересно оказалось мы даже вот и кур завели кто бы мог подумать ну и как бы вам знать самого начала понять вот это все что чем ты сейчас рассказываешь сначала понять да как это понять пока не приедешь я не понимаю но люди раз вы поймете у нас взяла вы не смогли вы должны понять у нас была эволюция да то есть мы сильные изменились за наш там почти 15 лет наверно многое поняли вам расскажем все еще у тебя какие-то мысли про планировку наверное может быть еще по ходу где-то чего-то но это да мы этого будем касаться я предлагаю дальше по поводу пруда нам поговорить принципе мы стоим рядом с небольшим прудом самым первым твоим прудом как раз может быть от него начать и рассказать про не заводную даже систему как-то в общем так сказать расскажешь опять же вопрос приблизительно такой же да то есть с чего вы начали что у вас получилось и чтобы ты сделал по-другому если бы вот сейчас сначала начинать как бы ты бы сделал по-другому в плане построения прудов и вообще организации водные системы нам тут повезло воды у нас здесь в судогольском районе много вот она близко и по большому счету рыть пруд можно было в любом месте и вода в любом случае придет всегда с водой здесь проблем нету здесь бывает проблема куда ее деть лишнее и поэтому он пруд ну как я уже говорил выкопали в первом попавшемся месте там была полянка между берез вот и выкопали пруд потому что рядом недалеко работал эскалатор вот пригласили себе и неожиданно нам всем повезло что у нас они получились да и неожиданно они получили там уж не у всех получается как оказывается как получилось так получилось но самое важное что не ошибка наоборот я бы сказал что это это необходимость наверное даже до начальном периоде освоение участка когда еще только-только начинается строительство и когда уже есть пруд это настолько большое благо когда есть возможность после тяжелого там дня ополоснуться еще нет ни ванны не душ ничего нету до ближайшего водоема надо ехать а тут пруд рядом вот это большое дело то есть это очень здорово нам помогло на первом этапе и поэтому мы нисколько не жалеем что мы выкопали пруд ну да может быть не идеальное место ну потом и вырыли пруд в идеальном месте теперь у нас два пруда все опять же к лучшему первый прудом первоначально конечно это выглядел как марсианский пейзаж очень страшно выглядел потом много ручной работы и сейчас вот он так облагородился он смотрится вполне приятно взгляду в общем я без ложной скромности скажу что это одна один из предметов моей гордости а ты бы вот сейчас бы вот ну наверное то есть я такой конечно риторический вопрос задаю наверное бы сразу бы экскаватору все-таки дал задание немножко там землю как-то сформовать по-другому до отвала те же самые да наверное большинство отвалов было бы на задней как бы стороне пруда относительно дома сейчас то есть для того чтобы вот например перед домом вот этого отвала например не было просто мне бы тогда не пришлось его там два метра снимали ручную ну как он сейчас выглядит он уже выглядит приемлемо ведь он перекрывал для плоскости 3 метра высоты от вала крутые склоны было очень за террасирование там плоская вершина там что-то вот такое ну я бы конечно на втором пруду уже мы как бы с экскаваторщиком договорились он сам смотрел чтобы вершина отвала была горизонтально то ли он формировала склоны так чтобы они не осыпались чтобы это и выглядело чтобы она ну более-менее аккуратно так скажем на передней части пруда там вовсе отвала то есть это очень важно оказалось для ну то есть чтобы пруд выглядел как пруд они как кратер все-таки водосбор спокойно да да точно 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 то есть как бы задние получается отвал он собирает воду а спереди ничто не мешает ей собираться в пруд именно никуда-нибудь мимо и пошел 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 то есть как у меня даже стояли столбики и пошел 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 то есть как бы это самое получилось что носить на отвал и уже места не не осталось экскаваторщиками с этими да у меня вот так живут с первым прудом этот залез туда к пышкину сделал решение ну чё саш вот по поводу большого пруда сейчас мы около твоего большого пруда второй получается да ты уже в нем учел там многие многие ошибки и как лучше сделать расскажи нам поподробнее но этот пруд уже рылся осмысленно они не просто бухта барахты съездил на курсы получился три года я думал как это будет где он будет располагаться как будет организована вот эти вот мы сейчас стоим как раз на отвале как будет вот эти отвалы организованы куда они будут что как может быть каким-то образом они будут использованы и собственно сама форма пруда как он будет наполняться водой то есть это было продумано как будто несколько лет я думал об этом это проект ни одного дня конечно видно что весь отвал сформировали изначально на одной стороне труду придана придана такая вот своеобразная форма ну можешь сказать капли значит эта форма получилась таким образом ну поскольку участок как видели уже треугольный и в самом низком месте участка он был образован для того чтобы полу берег передний берег был более-менее ровный не было больших перепадов высоты я специально приглашал геодезистов они вот эту вот береговую линию вы специально вымеряли чтобы она была более-менее горизонтально то есть и вот вот этот изгиб который берег он как раз продиктован именно рельефом местности а горизонтальность нужно для чего чтобы чтобы не было больших обрывов то есть где-то что берег выше намного на уровень воды а в другом месте не было так что вода затапливает берег то есть при одном и том же уровне воды чтобы берег был более-менее над водой одинаково если например до весной когда воды очень много меня все равно вот это вот как бы перед огородом пара но заливные луга получаются там и где-то около месяца вода стоит выше уровня берега но как раз этот месяц очень хорошо это весна очень хорошо меня рыба карп он как раз нерестится в этой вот покрытый травкой земле по-видимому ему там комфортно там наверное это вода прогревается хорошо и вот нерест как раз тогда крайне мере я так думаю но они травку могут покушать они в принципе едят во всяком случае я вижу что рыба постоянно там вот на этой мелководье лазит когда-то там видно что трава вся трясется то есть видно что рыба там воспринимает с удовольствием вот эти вот заливные луга получившиеся вот потом вода опускается уровень воды и вот этот берег он он как бы в первом в одном уровне так и последние года я даже не замечаю чтобы сильно падал уровень очень попался хороший грамотный экскаватор щек это большое дело когда он понимает заказчика полуслова ему я ему только объяснил что отвал должен быть по тыловой стороне участка по границе и он уже самый практически это его работа то есть вот эти вот более менее горизонтальные линии отвала это сделал сам он сам уплотнил а моя задача была в том чтобы спроектировать откуда будет труд наполняться и вот видно что он как бы сужается вот в западном направлении а значит там он выходит на каналу специально прорытую которая как бы тоже находится в самом низком месте всего поселения это канала и как бы получается охватывает это канала всю северную часть поселения и перехватывает талые воды которые идут по поверхности земли она вы перехватывает или направляет мой труд таким так вот я продумал как бы самого начала у нас всю воду забираешь да 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 то есть вся которая лишь не убегала у нас остатки ты же вроде выше а почему то я думал что у тебя там перелив я что-то может не не очень понимаю там есть и перелив то есть это совмещен с этой канавы тогда или как это не просто когда уровень воды поднимается выше некого номинала который я вот для себя установил лишняя вода уходит через просто через дамбу и уходит через ослал в определенном месте до дамбы и понижение которое хорошо заросло травой и поэтому он его не размывает просто через вверх переливаете воду погоди просто может быть не все как бы понимают все таки это мимо дамы ты так сказал через да именно через дамбу через дома где у тебя вот это дамби что ли самым вот вот где завода заканчивается вот практически в этом месте там дамбы имеет понижение сейчас вот в траве не очень видно а там тебя не заканчивается разве надо что продолжается даму там она идет как дорога вот продолжение вот этого просто дороги и она тоже эта дорога и уже не ты делал там просто дорога была была да ну то есть по сути твоя дамбы заканчивается перелив сбоку от твоей до получается мир ну как бы заканчивается дорога начинается дамба и это самое низкое не то есть его через это место идет перелив воды ну и на этом уровне как раз тебя по весне вода и стоит да то есть можно было сделать чуть ниже чуть выше то есть конечно любом случае пруд должен быть спланирован так чтобы была возможность вот этот перелив должен быть спроектирован потому что иначе будет заливать где-то что-то размывать даже может размывать берега и обсыпаться это все нехорошо но это кто красался вот я хотел тоже давно это коротенько промы кто хольцеров sky вот этими прудами занимался кто изучал то есть вот делать в дамбе например трубу какую-нибудь переливочную это очень большая ошибка то есть вы можете дамбу как бы уничтожить если вдруг там пойдет вода идти вдоль и манда вы можете смыть поэтому хольцер всегда рекомендует делать перелив в стороне отдам но саша сделал здесь сбоку как бы то есть бедами примыкает фактически но здесь это как бы не критично за несколько лет за несколько лет поскольку сделана плоская перелив под он не небольшим потоком узким быстром течением воды а он под то из-за этого вода течет широким но очень тонким слоем и медленно течет и вот это медленное течение воды не дает и все заросшие за все лето зарастает его травой и вот этот слой травы и медленное течение воды она защищает дамбу от размыва вот такой вот момент значит что еще насчет строительства пруда я считаю важно то есть опять же при это я вынес вот с курсов которые посетил когда мы строим дамбу которая должна держать воду здесь дамба сделано так что уровень воды пруду выше чем уровень земли за дамбой то есть дамба таким образом держит воду удерживает воду не дает ей уходить для того чтобы вот это работало очень важно снять плодородный слой ну вот у нас в глинистые почвы да очень важно снять плодородный слой из того места где будет дамба не только где пруд а где будет дамба и потом насыпать дамбу не плодородной землей а именно тем что вот вот этой глинистой с углинком или глиной если мы будем насыпать в перемешку все в плодородкой совсем но то по порам который в плодородке всегда есть вода будет сочиться будет уходить вот это важно и она может ну и даже размыть там теоретически может да может и размыть и очень важно там получается что для того чтобы дамба опять же была прочная держала самого начала ее надо послойно трамбовать то есть вот у меня экскаваторщик я ему это объяснил он это именно и делал я это видел как он это делал то есть он перекладывает он заезжает трамбует причем не просто своим весом свой вес у него давление на гусеницах он маленькая а он именно вот этим вот своим ковшом задней частью трамбовал он бил в нее для того чтобы уплотнить послойно то есть и таким образом дам получился очень плотная и она держит воду кстати хольцеровцы вообще рекомендуют когда враги перекрывать делать на месте оврагов пруды они еще даже зуб закапывают о чем ты говоришь тоже снимается полнородка дамба тело дамбы делается из глины это важно как бы потому что до глина держит воду и даже более того еще зуб внизу такой делают то есть вырывает там траншею вот и в нее тоже трамбуют плены потом тело дамба пошло как бы над этой траншеи и она как вместе с этим зубом связано не было плоскости вот этой вот границе да 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 ну ты наверное зуба не делал нет это я не делал я просто решил что у нас глинистые почвы которые уплотнены здорово и тяжелая поисков нет пишутся держать будет ну не ошибка за логично по поводу рыбы может быть сказать тоже что ты изначально планировал даже одна из целей этого пруда это пруд все-таки больше технический уже такой как бы ну помимо ланшафтного значения деда климатического для создания микроклим одна из основных целей было я хотел здесь завести рыбу для того чтобы ее использовать пищу несколько лет подряд по весне я ездил за мальком выпускал по 7 килограмм малька навеска в малька там что-то 100 каждый очень много малька напускал каждый год какого малька то не так это карта самая прудовая рыба в наших широтах это да и вот сейчас уже сейчас они конечно ушли уже наверное на дно в общем вот рыбы где-то получается сантиметров 30 такие крупные плавают экземплярчики значит для того чтобы они действительно на так в таком пруду их было много и они росли мы его летом кормим мы просто используем комбикорм и каждый день его кормим меня сын этим занимается вот прям вот на этом месте он высыпает и очень интересная картина когда рыба выпрыгивает а зимой для того чтобы но собственно зимой необходимо воду по крайней мере поддерживать каким-то образом прорубь потому что скапливается на дне или кислый газ где зимует рыба и но может случиться замор вот чтобы этого не происходило мы меня работает компрессор всю зиму непрерывно работает маленький компрессор который своим бурлением вот этим вот пузырьки воздуха они поддерживают открытый прорубь длину диаметром метра три таким образом что вот эту углекислый газ он не скапливается проблем у меня пока что не было то есть булька не она не застывает прорубь благодаря да да то есть самые крепкие морозы ну где-то до полуметра диаметром сходятся но никогда еще не замерзал расскажи по поводу вот огороду сразу отсюда хорошо его видно ну в общем как я уже говорил начну опять же с пруда я уже говорил что прежде чем строить пруд я просил экскалатор щека снять весь плодородный слой ну какой какая была почва в общем пусть нет и эту почву как раз она была использована для строительства но моего изобретения такого до большой наклонной гряды многие говорят про высокие гряды да но у меня как бы есть момент такой что она именно наклонная гряда то есть вот в этом фишка вот и отсюда высокого места видно как бы 222 эти наклонные гряды вот одна перед парником слева от парника а вот вторая но правее там где сейчас ветки сложены в общем вот использованность изначально была использована плодородка которая труда и проявила себя очень положительно и в этом году я вот насыпал вот как раз ту вторую которая слева уже специально снимал почву других местах а для чего ты делаешь значит основная идея на наклонных ряд высокие наклонные гряды то есть есть как бы специалист вот такой павел тронула он у него есть сама по себе идея наклонных гряд но он просто другой местности этим занимается и поэтому для него и высокие наклонные гряды не столь актуальны поэтому моя фишка именно то что высокий наклонные гряды значит основная цель высокие то есть оторвать место посадки почву корне обитаемые слой оторвать его от уровня грунтовых вод как я уже говорил грунтовые воды у нас очень близко и для огородничества это не очень хорошо получается застой вот этот вот воды порой приводит к сгниванию просто напросто посаженного материала его первая цель это поднять таким образом помимо того что мы оторвали от воды решается вторая задача насчет поскольку у нас воды близко опять же все связано между собой у нас и кислые очень сильные кислые почвы здесь который как в общем большинство огородников знают не полезны для растений значит как или когда я поднимаю почву вверх то я таким образом стимулирую процессы компостирования в этой почве они гниение то есть вот это важно то есть обычно у нас почве преобладают процессы гниения когда вода близко когда вода уходит то больше проходит кислорода воздуха и в почве начинают заводиться бактерии аэробные то есть те которые живут в большом количестве воздуха а это те самые бактерии которые превращают полезные вещества усвояемые для растений форму вот это вторая цель то есть завести бактерии которые полезны третья цель наклонных именно гряд вот высота важно и наклон то есть наклон сформирован до гряды таким образом чтобы основной наклон был к югу то есть максимальное освещение солнцем а соответственно и свет и нагрев то есть получается что с наклоном гряды я как будто смещаюсь на ну может быть даже градус или два широты к югу то есть у меня получается что ну не краснодарский край но курская область получилось вместо владимирской то есть там там явно теплее то есть я там когда например работают там работаешь рядом на горизонтальном огороде или на вот наклонной гряде совершенно по-другому ощущение и сразу заметно что меняется растение то есть растительный состав тут даже те сорняки которые растут и там уже другие сорняки то есть например там полностью пропал хвощ то есть у нас вот везде вокруг хвощ то есть это признак кислых почв вот на этих наклонных грядах хвоща нет круто вот здесь он везде а там почва изменилась то есть она просто вот на правой гряде она уже там меня эксплуатируется с пятнадцатого года пять лет уже а левый вот я только насыпал то же самое будет в общем то есть это не начинает работать кроме чего еще вот видно что я навалил там кучу веток значит цель какая я с одной стороны избавляюсь от мусорного вот этого вот сухостоя всевозможного деревян древесного вот я их просто сжигаю на этой горе таким образом что сразу вот эта зола которая раскисляет почвы она сразу оказывается прямо на сразу на огороде по назначению не надо ниоткуда таскать где-то отдельно собирать ее сразу получается большая гора этой золы и плюс ко всему от высоких температур всевозможные огородные вредители типа медведь может быть или там какого-нибудь проволочника в общем их становится меньше это я замечал например у нас в этом году не было колорадского жука он он же зимует как известно в земле связать его выжиг какой-то момент то есть я практикую вот это сжигание веток на горе вот это вот одна из основном можно сходить сейчас посмотреть как бы поближе хотя вот отсюда видно лучше а ты обрабатываешь мотоблоком да не очень удобно конечно я даем мотоблоком обрабатываю вот он на наклонной поверхности не очень удобно им работать ну есть свои плюсы свои минусы главное самоходный взять не ну да он едет а вот такой вопрос у меня сразу возникает у нас довольно популярные грядки короба у вас тоже вот они есть вот это вот вот такая гряда то есть у тебя здесь такой не знаю опыт спейс по-английски да такое большое как бы одно пространство все-таки это классический такой способ обработки земли я про вспоминаю вот из поселка откуда я родом тоже бы просто все вскапывали а потом нарезали грядки делали ну вот а сейчас мы делаем короба в большинстве своем вот что удобнее на твой взгляд или как бы это это для своих там целей как вот ну твой опыт короба вы короба я так понимаю не будете делать на наклонных грядах на наклонных нет не будем то есть вот опыт привел нас к тому что значит получается что грядка короб мы их первоначально делали деревянные вот эти короба и нас землю мы насыпали привозную сами по себе короба с нацепной землей себя проявили очень хорошо то есть мы как бы я поднимал уровень земли в коробе где-то на сантиметров 20 относительно окружающей поверхности и достигал вот таким образом ну помимо того что там другая земля но и плюс вот избегал таким образом закисления почв то есть почву не не становилась кислой находясь вот в том же уровне что и окружающих земля но минусы это то что большое количество сорняков которые лезут внутрь то есть тот же пырей ползучий там он все время туда норовить заползти ну и самый большой минус это то что деревянные короба гниют просто с огромной скоростью и получается достаточно при том что вроде бы это изначально не очень дорого сделать деревянный короб но когда ты каждые пару-тройку лет и их меняешь это со становится вообще говоря чувствительно так часто тебя просто как-то вроде порезу так но он нужно сейчас подойти видно насколько они уже трухлявые эти доски в следующем году я пару грядок уже буду разбирать они уже себя исчерпали эту землю просто на эти наклонные выкину у нас где-то по 5-7 лет все-таки служат ну тоже вы конечно потом трухлявый где-то лет через 7 ну получается что вот это все время вложение непрерывные вложения вот и я попробовал в этом году сделать короба из нации по моему называется но в общем асбестобетон асбестобетон плоский он не подвержен гниению достаточно хрупкий конечно вот ну в общем вот попробую в них получится вообще это конечно это тоже хорошая вещь деревянные вот эти приподнятые грядки но они не дают во-первых наклон достаточно трудно сделать вот этот вот нагрев как я уже говорил про наклонные гряды то есть они повторяют рельеф участка то есть если участок у нас участок наклонен к северо-востоку это не выгодный для огородничества наклон и соответственно эти гряды то грядки деревянные они тоже к северо-востоку наклонены чуть-чуть хуже греются все время и землю там тоже все время на приходится подсыпать обновлять потому что кроты мыши какие-то роют ходы в общем вся эта земля потихонечку оказывается в проходах все время приходится подсыпать ну такие вот плюсы такие минусы а в плане урожайности вот наклонная гряда или деревянные гряды они в общем сопоставимы мы в этом году достаточно много картошки посадили и туда и туда и вот он по картошке в общем-то результаты по практически одинаковый в планах вот эти на клуб на наклонные гряды все компостные вот эти вот торф и какие-то компостные остатки вот мы думаем что будем на наклонные гряды опять же у нас куры есть и куриный помет тоже туда пойдет для улучшения общего плодородия то есть сама по себе почву которая была изначально насыпана верхний плодородный слой она у нас не самая лучшая в судогодском районе поэтому и и лучше ее надо улучшать есть несколько способов мы их практикуем а вот интересно такой вопрос еще когда сделали здесь пруд вот влажность почвы на огороде изменилась повлияло это как-то значит тут от пруда первоначально у нас огород был вообще вот здесь вот прям по берегу прудов и как сейчас видно что здесь никакого огорода уже нет потому что когда затапливает грядки то есть происходит то самое гниение про которое говорил при том что здесь были деревянные короба не высокие в любом случае вода за счет капиллярного просачивания была весь огород был мокрый то есть невозможно было ничего выращивать все гнило и поэтому от огорода вот здесь вот около труда мы избавились мы его буквально срыл сейчас огород находится выше и вот в том месте там именно наличие пруда уже никак не влияет плюс вот в этом году мы выбрали специально две дренажные каналы достаточно крупные такие каналы вот они будут на себя забирать ту избыточную влагу которая сама по себе по весне всегда в земле содержится будет а и как раз эти канавы будут отводить эту лишнюю влагу тоже у вас огород располагается ну как бы севернее дату северо-восточнее что ли 7 не ошибаюсь чем сам то есть как бы нормально по вашему опыту нет такого что надо было огород сделать южнее потом как бы сам ну тут особого выбора не было может быть это было бы ну гипотетически правильнее там в том смысле что если бы например участок у нас был располагался наклон был к югу как у меня наклонные гряды сделаны да вот то в таком случае имело бы смысл сад расположить чуть чуть дальше на более высокой части а огород у подножия сада и как раз он бы прогревался бы тут но но раз уж участок такой вот я говорил про рельеф вот раз вот у нас вот такой рельеф но пришлось немножечко рельеф перевернуть с этими наклонными грядами по поводу сада опыт смешанный в общем но его заложили даже немножечко раньше чем начали строить дом прям 2006 году наверно посадили первые саженцы в общем с одной стороны нам повезло что именно это место самое высокое место на участке оказалось потом выяснить самое высокое место вот именно она оказалась свободно изначально от берез и нам это как бы вот это вот позволило посадить яблами и разные там груши с вишнями посадить сразу не не дожидаю не не дожидаться когда мы сможем выпилить все березы это такой это плюс вот но ошибка наша была в том что мы на тот момент поторопились очень нам хотелось сразу и не очень внимательно подошли к выбору саженцев ездили на в днх покупали то что нам разрекламируют в общем сами теперь не знаем точно что купили потому что то что мы посадили похоже имеет историю генеалогию откуда-то из южных краев в общем у нас появляются и начали появляться и яблоки появляются и груши но их очень немного и они не успевают вызревать то есть так они должны вызреть где-то концу октября когда у нас уже морозы в общем снимаем яблоки они еще очень твердые их пока мало совсем вот это минус потом сажали мы тоже не без учета почвенных условий думали что ну раз мы сюда приехали на поместье у нас все будет расти она конечно растет но медленно и долго видимо они неблагоприятные условия для плодовых деревьев поэтому пока что больших урожаев у нас не было значит из опыта и как бы ну с какой в какой-то степени умозрительный опыт в общем как я уже говорил почву у нас кислые плодовые деревья все-таки любят нейтральные почвы даже может где-то в щелочную среду вот в общем по-хорошему наверное имеет смысл сконцентрироваться если например как у нас очень кислые то и растение для сада выбирать те которые действительно которым здесь будет комфортно мы сейчас стоим рядом с маленьким питомничком вот эти вот кустики с красными листьями это голубика садовая то есть она как раз предпочитает кислые почвы плюс я еще сюда торфу насыпал то есть они любят кислые и рыхлые почвы торф с песком самое для них ну и плюс то что она вот поэтому она в уровне с землей то есть вся та кислота которая у нас земле содержится она и несколько не повредит это им комфортное место комфортное место и среда то есть вот может быть имеет смысл сконцентрироваться на такого рода растения от них действительно есть а из традиционных наши ягоды смородина она очень любит кислую почву то есть вот ягодники наши средней полосы там даже малина они вполне им очень нравится кислую почву пришли при таких условиях может быть просто не стоит концентрироваться на яблонях да на груз для них есть места более комфортно вот что касается сада и наверно получается то что ты выбираешь растение прежде всего из своего региона и по тому какая у тебя почва очень важно да во первых на очень важно покупать саженцы может быть четко не прозвучало саженцы районированные то есть вот мы находимся в владимирской области судоготском районе даже если мы будем покупать саженцы из суздальского района для нас это не подойдет вот я для себя вот это вот вынес потому что суздальский район совершенно другие почвы плюс ко всему там ну на пару десятков метров выше уровень земли там и теплее из-за этого несмотря на то что сам район север не находится то есть многие факторы другие чем у нас это что там чему там хорошо у нас может быть этому плохо растение вообще такое интересное интересное в общем такое создание в частности например в петербургском ботаническом саду растение лучше себя чувствую чем в московском при том что петербург намного север вот такой вот есть эффект поэтому у нас такие же эффекты могут наблюдаться пробуем пробуем сажаем пробуем учимся до земляника вот такая вот потому что ну точнее клубника именно вот садовая да потому что она заплетая она выедает плодородку то есть она реально после нее очень плохо что-то растет вот это все садоводы отмечают что те грядки где была клубника после этого эти грядки надо переделывать вообще новую землю нас это то есть она выедает все оттуда вот тебе клубника вот тебе клубник вот и вот поэтому здесь здесь ну я конечно кашу ну здесь высина вот как бы получается здесь вот ничего не растет будет агрессивно достаточно вот это что это опять же получилось что вот то что мы видим вот здесь это были сплошные березы вот свободное место ну вот от столба до этих сосен было изначально посадили и поэтому весь сад он весь здесь втиснет а здесь было сплошное сплошные березы и которые я до конца спилил только прошлой осенью но уже в березы я сажал там и кедры и дубы и вода но сейчас более-менее становится видно ну расскажи вот по поводу стройки то есть опять же что ты думал самого начала что сделал и сделал бы ты построил бы такой же себе дома или нет или какую-то другую технологию использовал планировку там или еще что-то в чем вот находки твои в общем дом не как бы сразу скажу что если бы я весь у меня сейчас я оказался 2006 году но вот с этим своим после знанием меня мне очень понравилось как проявил себя вот этот дом я бы наверное я бы внес некоторые изменения вот но основной проект был бы это то есть вот дом для круглогодичного проживания такой семьи как моя получается 45 человек вот такая семья это думать я очень хорошо проявил он оказался теплым ну самое главное для ради чего как бы что я ставил во главу угла при проектировании чтобы он долго держал тепло и с этим он отлично справился видно что вот вот эти вот три ну получается два этажа но при этом три уровня таких вот они были изначально придуманы именно для того чтобы оптимальным образом распределялся теплый воздух поэтому дом почти что ну 9 на 9 метров площади отапливается одной печкой небольшой вот и достаточно малое количество дров три часа самые крутые морозы три часа в сутки мы топим общем я считаю что достижение самое главное конечно это толстый слой теплоизоляционный причем я использовал пенопласт это самые теплые теплосохраняющий материал который только у нас придумал и кроме того таким образом там установлен что нет вообще мостиков холода то есть нигде нет такого что деревяшка которая заходит на улицу и она же другой стороной оказывается внутри помещения таких вот мостиков холода там нет вообще и плюс ко всему очень тщательно изнутри использованы вот эти пленки всевозможные как пароизолирующие вот они очень тщательно проклеены нету никаких зазоров где не дует нету выдувания теплого воздуха поэтому зимой мы в общем симпатическими форточками можем себе подводить а расскажи вот про уровень но чтобы было понятно потому что я думаю так то люди не поймут смысл вот этих уровней в том что печка вот она топится у нас вот здесь сейчас смотреть вот средний уровень его гаде расскажи что это за уровень вообще не смысл их а смысл потом расскажешь чтобы понять стоит такой уровень это что у тебя ну как это выглядит сбоку мне кажется можно показать я я так как бы знаю друзья вот я хочу вам саша рассказал мне даже не знаю как сказать то с этажа на это вот мы переходим всегда в середине есть еще одна площадка где мы разворачиваемся вот вот эта площадка в доме в обычном она просто используется для разворота а у меня в доме эта площадка это полноценный этаж то есть мы как бы имеем по сути в доме по полэтажа вот сбоку видно хорошо ну как бы так выглядит я уже на это понятно более я не уверен что понятно разрешите я расскажу просто вот смотрите вот крыльцо но меня все время очень удивило как саша это сделал мы были много раз у них гостях нашей семьей мы дружим поэтому я знаю как устроен дом более-менее да вот крыльцо мы входим это как бы у нас даже не знаю первый уровень и можно сказать на самом деле слева внизу там есть такое подполье то есть мы поднялись пошел первый уровень половина дома если вот так вот визуально разделить и туда вот в длину уходит первый уровень небольшая лестница мы поднялись и слева пошел второй уровень он как бы на пол этажа выше не как обычно делаю там первый этаж вот вся площадь дома потом лестницы пошел второй этаж а здесь как бы половина половина площади дома это вот один этаж потом пошел полтора этажа там еще пол дома потом мы поднялись еще и у нас еще как бы пол дома это уже третий уровень ну там это уже второй этаж так скажем и еще насколько я помню у тебя там сделано получается еще немножко можно подняться и как такие большие палате и там может много там людей ну непосредственно под крышей до такой невысокого профиля там собственно только спать и можно спальня и вот на мой взгляд достаточно удобно получилось в этом что вот мы когда заходим здесь вот прихожая и вот это вот ну как бы первый уровень который у нас по правую руку расположен там попрохладнее там получается можно хранить там какие-то овощи достаточно долго может быть и всегда там тыквы какие там как бы попрохладнее и сухо и у саши там сначала была мастерская не промерзает зимой но при этом прохладнее а вот когда мы поднялись уже вот но основной как бы жилой это вот получается слева вот эта половина справа и там на самом верху еще там уже тепло от печки уже полностью обогревает вот это вот все пространство а сюда ну как бы чуть чуть доходит и на мой взгляд это удобно где еще прохладнее получается если вот с левого боку зайти в дом но вот там получается вообще подполье по моему даже вы там же и сделали наверно да для хранения там кое-что там есть да то есть что закопан железный ящик бывший холодильник закопану землю и часть корнеплодов мы там хранили ну и в общем короче это была удачная такая если бы вот сейчас возвращаясь да если вы я сейчас например строил бы дом то есть основная концепция была бы точно такая вот я бы изменил бы наверное высоту потолка вот приходим и мастерская это первый уровень там меня все-таки делаем низ низкий потолок как бы я считал что помещение такое не основное и решил родину мне достаточно но там всего два метра высота потолка вот сейчас я думаю что я сделал потолок там повыше вот это первое потом я бы изменил немножечко пропорции так получилось что вот второй уровень который как бы слева от нас это у нас кухни и гостиная и большую часть времени мы проводим там а я-то думал что при проектировании суббой считая времени мы будем проводить самый верхний там верхнем уровне то что от нас справа и поэтому я делал большую площадь там вот то есть если ты сейчас строил дом я бы сделал больше площади кухни-гостиной то есть я бы изменил просто одинаково пропорции там у меня получилось шире ширину я сделал там ну грубо три метра там чуть меньше 2 и 9 как-то так вот ширину а я бы сделал сейчас кухни-гостиной 4 метра ширина а вот тот уровень что наверху я бы как раз до трех метров скратиться либо я весь дом бы чуть-чуть сделал бы побольше достаточно было бы на один метр и его увеличить и тогда бы гостиная была бы шире была бы может быть более пологая крыша а может быть и не была бы если я поднял на полметра высоту потолка то есть пропорции были бы практически внешне такие вот но чуть-чуть изменить площадь помещения вот это я бы сделал потому что кухня получилась узковата там выходит вот эта лестница с первого уровня и достаточно близко она подходит к самой кухне в этом проявляется неудобство сейчас у меня тоже где-то мы строим второй домик он строится совершенно по другому проекту поскольку он не предназначен для такого полноценного проживания семьи и весь год но при этом он должен быть как бы сказать более эффектным внешне поэтому проектом совершенно другой не мой вот этот проект он такой всемирно известный в общем западных странах а потом называют barnhouse дом амбар так что вот мы можем сходить для него да да давайте посмотрим в принципе было бы еще интересно узнать по поводу бани то же самое тогда как бы как ты построил хотя бы вкратце может быть да если насколько ты довольна что мне нужно рекомендовать мы можем дойти до бани да давайте там на дороге по поводу бани вкратце можешь рассказывать как ты ее делал доволен ты в общем это даже не совсем бани у нас сауна получилось да то есть там сухая сухой пар в основном меня устраивает то есть я не такой вот парильщик когда заядлый люди любят там но именно как сауна она практически ничем не уступает сауна городским так скажем да платно в общем идея была в том чтобы сделать ее именно на самом прямо буквально на пруду так чтобы вот этого вот помост можно было ну некоторые любят мире то есть у меня сын с друзьями не оттуда прыгать вот ну а я просто ставлю лестницу и спускаюсь ополаскиваться в труб прям на выход из бани бережешь себя я берегу 16 лет мне страх летишь и думаешь где-то но тогда не перепутал я ничего до бани как бы там получается стоит на краю стоит она на двух колодец кольц я подумал лежат у меня два кольца надо их куда-то деть ну вот подумал но почему не будет она стоять на кольцах железнодорожные вагоны стоят на узких колесах и стоят и не падают и хитры же моя баня да но кольца это не один на одном ну просто нет они друг за другом стоят два колечка и на них из толстого бруса такой собран обвязка обвязка такая да между собой как бы держат и все и на этих двух толстых брусьях просто не смонтировали два толстых бруса и хоть видно они и торчат 200 на дверь поперек поменьше брусья уложены и все и на них все остальное смонтировали но она каркасная тоже технология тоже каркасный с тем же утеплителем очень пенопластом просто очень качественная пароизоляция и полиэтилен и фольга в общем очень плотно сделаны поэтому никаких проблем с разогревом пенопласта этого она стоит металлическая печка разогревает она в течение самый самый крутой мороз там она в течение двух часов прогревается до 100 с лишним градусов мне этого вот более чем достаточно а других парильщиков у нас таких любителей высоких температур других в общем есть значит баня нету водопровода поскольку она не постоянно отапливаемое помещение постоянного водопровода там нет каждый раз туда воду приносим вот и прогревается только пищи вода вот но зато есть душ там меня сделано 12 вольтовая проводка и стоит и душ 12 вольтовый насосик маленький стоят а вот мы просто смешиваем сами воду делаем теплую и этим насосиком он гонит душевую лейку таким образом можно помыться в общем то вполне комфортно и получается так что до того момента как мы построили себе сделали ванную доме 2011 года постоянно пользовались вот это вот конструкция она на себя вполне оправдала на ни разу не подвела в общем не сложно спасибо саша давай пойдем посмотрим тогда гостевой дом может быть да можно так наверно поднимать ручьем походку дорогу Вот была моя очень старинная затея. Хотелось мне, чтобы был ручьёк и смотрелся ещё в Москве в Ботаническом саду. Там есть японский садик, и там несколько десятков метров ручей сделан. Меня всегда очень это подкупало. Я мечтал себе сделать, чтобы была живая вода текущая. И вот наконец в этом году я приблизился к этой теме вплотную. Некий вот участок ручья я уже сделал, камнями выложил, там кленки простелил. И вот наконец-то купил насос, который гонит этого вода по циркуляции. Из труда поднимает в верхнюю емкость и потом откуда сбежит ручьёк вниз, обратно в труду. Пришлось купить насос 10 кубов в час, он гонит воды. Вот такой вот получается поток, когда 10 кубов в час. Это палка тут не просто так упала? Нет, это специально уложенная палка, аккуратно уложенная. Потому что это кусочек можжевельника, принесённый из леса. То есть я как бы пытался имитировать некий горный ландшафт. То есть изначально вообще здесь была совершенно другая местность. Здесь просто берёзовые рощи и ивы росли. И вот за 10, ну почти 15 лет изменилось кардинально. Да, я постарался. То есть здесь очень большой набор хвойных, коллекций хвойных растений из разных регионов страны. Характерных для разных регионов страны. Ну и как бы вот ручьёк такое приятное дополнение. И с другой стороны он как бы разделяет вот пляж и вот эту вот горку. Ну в общем, конечно, это часть ручейка. Это начало проекта. То есть предстоит ещё очень многое сделать. Как бы условно в верховьях ручья планируется сделать водопадик. Ну или как пороги это будет выглядеть. Короче говоря, нужно опять много таскать камней. Камни собраны здесь вот вроде в местности. Просто вот на поместье что-то я привозил, находил где-нибудь и на машине притаскиваю туда. Классный ручей. Классный. Пойдёмте тогда домик посмотрим. Здесь нам надо. Можно лезть, можно водру в курорт. Здесь? Там и здесь. У меня бы точно не было домокалиста. Там и здесь. Так и здесь. Ну конечно же, в том числе, в том числе. Поехали. Вот, я за границей уже тоже, вон красный дуб сажаю, раз, два, три, а граница это просто лес, да? Да, у меня там дальше лес, он даже формальный, он не лес, формальный он и кошка. А, ну это, типа, как вот... Ну это просто не маяк. Там же, наверное, ручей, да? Тут далеко, да, довольно далеко. Перелив, вот здесь нему практически пришел. А где, здесь вот так можно быть раскопано, или что? Нет, ничего не раскопано. А он, правда, через верх, переливается? Да, это просто вот нижняя часть дабы, вот это здесь. А, и он здесь переливается, да? Да, она широко-широко. Вот, и поэтому... То есть у тебя, когда вода набирается, она у людей за тут же стоит, да? Да, а ты нет. А здесь просто... Самое такое примитивное решение оказалось самое рабочее. А здесь что, Саш? Ну, вот планируется, ну, как я уже говорил, семья большая. Мы расширяемся. И чтобы две семьи в одном доме не плетились, то есть будет дом для второй нашей семьи, для дочки, будущим мужем. Ага. Вот, это основное назначение вот этого дома. Ага. Но, поскольку они большую часть времени проводят в Москве, то будет исполнять и функции бахтевого дома. Туризм не планируется? Ну, вот, да, именно что... Да, да, да. Как это называется? Агротуризм, экотуризм, как еще? Ну, какой это? Ну, вот, поэтому дом выбран такой проект. Здесь будет терраса, большой стеклянный фасад. Ага. Ну, как сказать, две трети площади будет занимать стекло. Это у вас, кстати, получается на восток, да? Практически на восток. И очень хороший получился вид. Вид, удивительный вид, неожиданно. Здесь вот это место было такое за трапезное самое. Мы сюда практически не ходили. Зарос шеевником и березами. Ага. И вот в этом году я его расчистил с помощью трактора. Ага. И сам удивился, насколько вот, какая красота, оказывается, здесь скрывалась. Вот. И вписали сюда дом, вставили между отвалом пруда и границей участка. Причем вот эти сосенки, они были посажены, понятно, уже достаточно давно. Но я думал, что будет у меня живо изгородь и сосен. Ага. Ну, она как изгородь и не получилось, но зато она выглядит как аллея. Ага. Ну, одна или две спайни. А, получается, дом-то тоже каркасный, да? Ну, да. Да. То есть, ну, и как бы каркасная технология, то есть у тебя во всём строится? Из-за первого дома каркас себя проявил просто очень хорошо. Ага. И поэтому, собственно, нюансы эти и возникают. Ну, да. Вот. То есть мы здесь, например, собирали боковые стены, мы собирали их лёжа на готовом уже полу. И потом втроём эти стены поднимали с помощью трёх лебёдок. То есть это делается очень быстро. Я всё-таки рискну задать тебе вопрос по поводу поселения. Мы тут уже с Сашей немножко поговорили по этому поводу. Он не очень хочет там рассказывать про поселение. Ну, вот поделись. На самом деле мнение, ну, каждого важно. То есть мы уже, ну, сравнительно давно живём, да, в поселении. То есть что тебе там нравится, что не нравится. И как, на твой взгляд, там стоило бы делать, самое главное, да, как бы вот когда мы только стартовали, что бы стоило бы делать, как это должно было бы устроить. Пускай это будет, ну, твоё личное мнение, но оно важно. Конечно, очень сложный вопрос, потому что когда говоришь от себя, то есть вот у нас в поселении никакого нету, то есть у нас каждый сам по себе. То есть у нас получается, ну, каждый сам себе хозяин, в общем, чего хочу, то ворочу на своём поместье и полностью своим временем распоряжаюсь, ну, только его трачу на себя. Ага. Я знаю, что есть поселение, где есть некий лидер, и, ну, там принимаются уставы какие-то поселения, да, и какое-то время каждый участник такого поселения тратит на общественные нужды. И вот если я, например, думаю исключительно от себя, ну, свои личные цели, да, то мне, конечно, выгоднее та ситуация, как у нас. Ага. То есть я не люблю, в общем-то, тратить время на общественные проекты, в которых я не уверен в их нужности. Вот. С другой стороны, если думать именно о общественном пространстве, что поселение – это всё-таки большая организация такая, да, то вот логически приходишь к тому, что где-то необходима вот эта вот общая организация. И необходимо тратить какую-то часть своего времени на общественные нужды. В конечном итоге это сыграет плюс каждому. Да. Вот. Ну, вот как организовать, чтобы люди, ну, такие как я, например, индивидуалисты, чтобы они как-то поступились своим личным временем на общественные нужды? Вот. Это, да, это весьма сложный вопрос. То есть если лидер существует, то он потому и лидер, что он должен поступиться сильно своим. Он один, получается, с собой жертвовать гораздо больше, чем все остальные участники. Но если все остальные участники видят, что этот лидер жертвует своим временем, они тоже будут готовы жертвовать. А если лидер будет только духовным, вот, и просто разговорами, это будет восприниматься просто как, ну, действительно, некая абуза любого общественного дела. Ага. Ага. Вот. Ну, такие вот как-то мысли, мысли несколько сумбурно. Не, ну, это сложный очень вопрос. Ну, а вот все-таки обычно говорят по поводу того, что все должны быть равны, и там вот, ну, как-то веришь ты в то, что это может идти через создание, там, инициативных групп, там, и что люди там, ну, смогут, там, договариваться, вот, или как-то вот, ну, так, скептически по опыту твоему? Ну, ну, да, скептически, потому что все равны, у всех равны избирательные права, все у нас равны юридически, вот, но есть, например, шахматист, например, вот, а есть, ну, грузчик. Так, они равны в своих интеллектуальных способностях? У меня такой вопрос возникает, да? Ну, да. Если мы доверяем решать вопросы, мы же с каким, вот, мы кому с большим доверием отнесемся, если у нас во главе поселения станет, вот, ученый или грузчик, вот, я так скажу, вот, без каких-либо там... То есть, я, например, да, я ученому, наверное, больше доверился бы, вот, мне так кажется, его умственные способности мне кажутся выше, неспроста же он ученый, да, хотя грузчик, мало ли по какой причине он оказался в грузчиках, да, может быть, он тоже интеллект. Жизнь в этом смысле, кстати, гораздо богаче. Я, вот, по крайней мере, как человек, который вырос в сельской местности, я могу сказать, что я иногда, вот, учился я в московском университете, некоторые люди из моего поселка умнее, чем некоторые профессора, которых я видел, вот, там, в своем их матье, вот, мое личное... Может быть, мудрее. Вот, мудрее. Да, мудрее, да. Вот, я почему говорю, что лидер должен быть мудрее. И грузчик, может быть, в этом смысле, действительно мудрее, чем какой-то ученый, особенно если представить, что грузчик – это постарший человек, у которого большая семья, который... А, там, какой-нибудь молодой ученый, который, вроде бы, много знает, но он, там, может, разрушить все в коллективе просто своим максимализмом. Ну, да, да. Это очень сложный вопрос, потому что получается, что пока мы... Вот мы собрались, да, несколько десятков человек, мы друг друга мало знаем. Мы можем, как бы, каждый за себя говорит, там, какие-то свои регалии, достижения, там, в жизни, да. Там, один говорит, я ученый, другой говорит, я грузчик, да. И вот, когда люди, первое знакомство, вот, оно получается, что больше доверия оказывается этому ученому. А потом, получается, как Анатолий сказал, что грузчик был мудрее, вообще-то говоря. Вот, но никто же об этом не знал. Ну, да. И поэтому, вот, равны люди, да бог его знает. Вот они в чем-то равны, а в чем-то они разные совсем. Ну, я, честно говоря, даже боюсь немножко погружаться в эту тему. У меня сразу начинаются мысли, потому что ты прекрасно знаешь, что я об этом тоже много думаю. И тут, как бы, мы про какие-то, можем общинные традиции пробовать вспоминать. По-разному люди себе представляют, как это выглядело. Вот, и по поводу того, что лидер, не лидер, там, я тоже много думал, что у нас, ну, автоматом, получается, такие, как бы, неофициальные лидеры, даже если официального лидера нет, неофициальные лидеры все равно присутствуют. То есть, вот, мы когда проводим собрание, вот, один человек скажет, и его слово стоит столько-то. Мы все это знаем внутренне, мы можем это не озвучивать. А другой скажет, и его слово не стоит ничего практически, потому что он уже сам уничтожил свой авторитет, и это встречается в поселениях, там, сплошь и рядом. И все уже понимают, ну, балабол, как бы, ну, что его слушать, да. И автоматом, как бы, есть авторитеты, ну, я это называю, как бы, авторитетом, да, там. И так-то, в принципе, даже немножко с академической такой точки зрения подумать, я вот над этим думал. Ну, я просто был на семинаре, там, ну, какое-то количество лет назад, когда приезжала из Америки, там, женщина, там, кто рассказывала, как там, ну, они там создают сообщество, и как вообще, может быть, их стоило бы создавать. А я ей задал вопрос, который, по-моему, немножко ее поставил в тупик, но она так меня отмахнулась по поводу того, что... А если вот действительно, как бы, у нас есть в коллективе люди, которые обладают большим авторитетом, ну, так просто из общих соображений понятно, что надо как-то, это ценность некая, надо как-то научиться этим управлять, чтобы этот авторитет шел в дело, вот. Ну, как бы он помогал нам. Ну, то есть, делать вид, что действительно, там, какой-то балабол, и этот человек, который держит свое слово, там, не знаю, там, семья за ним, там, да, крепкое, там, хозяйство за ним, что они вот одинаковые, ну, это смешно. Ну, это просто понятно, что это не так. Их не воспринимают как равноценных людей никто вокруг. Это, ну, ну, а как к этому отнестись? То есть, наделять ли такого человека каким-то официальным статусом? Или как-то, не знаю, вот, честно, не знаю, как бы. Но я бы думал в этом направлении, однозначно, совершенно, потому что это очевидно, ресурс. Авторитет участников сообщества – это очевидный ресурс. Как им управлять, я не знаю. Мы для этого, наверное, слишком мало еще прожили здесь, в таком сообществе. Но еще мало мы шишек набились. Мало шишек набили, да. Мы еще мало знаем на эту тему, потому что сейчас, как бы, появляется вот это понимание, да, как я уже сказал, первое время, первый момент, все только по… ориентируются на те регалии, которые человек о себе сообщил. Да. Ну, вот, второй момент – это когда человека уже начинают узнавать по его делам. Вот. Но еще пока не дошло до того момента, когда… Люди достойные, там, например, они, ну, условно говоря, некий статус, там, старейшина, или там, или, как это называется, ну, какой-то, ну, не то, что статус официальный, а просто человек пользуется уважением, потому что ему, его как-то там выбрали кем-то. Вот. Некий представительный орган. Ну, совет такой, поселение, условно говоря. Вот. То есть еще до этого мы не дошли. Ну, где-то, наверное, мы, на пути мы находимся. Ну, если можно, вот я, ну, попробую все-таки резюмировать то, что ты сказал, да, в каком смысле. То есть я, честно говоря, прошел этот путь, мы многие здесь появились, подразумевая, что мы, как бы, должны вот заниматься своим, как бы. И это вся наша функция. Как я говорю, обычно, если я сделаю у себя красиво, и все сделают так же, то получится везде красиво, и все замечательно. А эволюция такая, ну, как бы, в наших представлениях произошла в том, что мы понимаем теперь, что, нет, общественное тоже важно, и с самого начала надо уделять этому внимание. По крайней мере, мы сходим с том, что надо уделять этому внимание, это важно, то есть то, чтобы появлялась какая-то общая инфраструктура, там, для детей, для нас. Ну, для детей, просто, мне кажется, даже важнее всего, вот, для нас. И нужно над этим думать, в какой форме это делать, тоже вот открытый вопрос, получается, да, вот на этом мы как раз вот думаем, пока не можем понять. То есть есть плюсы у, как бы, у авторитарного какого-то вот устройства, да, там, сообщества, и минусы свои, то есть слишком сильно зависишь от лидера. Ну, вот, и есть плюсы, как бы, у такого, когда вот горизонтально, когда все вот наравне, ну, и тоже свои минусы, то есть вот разбежались, и как-то и всех кучу соберешь, и ничего не сделаешь. Ну, в общем, ну, такой, да, интересный вопрос, конечно. Ну, это один из фундаментальных вопросов устройства общества. Ни одну голову разбили на тему того, как это все правильно организовать. Ну, я, кстати, вот еще бы... Вот можно, вот мысль пришла. Да. То есть у нас, как бы, если какая-то сложность возникает, то, получается, приходим к тому, что общество нужно зрелое, сильное, да, чтобы эти вопросы какие-то общие решать, правильно? А если это общество нету, то есть опасность, что у нас уйдет в администрацию, так скажем, рычаги управления, правильно ведь? Ну, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Да, да. Поэтому это тоже еще одно из плетей, да, который нас подгоняет, чтобы нам быстрее здесь организоваться. Ну, да, да, да. Именно гармонично, правильно. Именно так, как нам нужно. То есть все равно какая-то общественная, ну, по-любому. Либо мы ее возьмем, либо в конечном итоге может государство взять. Ну, да. Ну, как бы администрация. Ну, интересно, что этот вопрос так встает, получается, перед многими достаточно остро. Он, многие, вот, ну, из нас к нему приходят. Хотя, на мой взгляд, как бы, в книгах Мегре практически эта тема не освещена. Там сказано, что, да, будет поселение. То есть надо в поселении сделать магазин, медпункт, школу, там, еще там что-то, да. А как это сделать? Как это? Ну, что-то про вечи там еще как-то мелькнуло. А вечи в форме круга. Да. А круг в форме общего собрания. Да, и как-то вот это мелькнуло. То есть, по сути, ну, то есть про это ничего нет. Наша задача собрать это. Да, но просто даже такой постановки вопрос, что это вот прям сильно важно, как-то я тоже не помню такого в книгах. А многие из нас приходят к тому, что это вот категорически важно. И мы здесь такие вообще затрагиваем основы, не знаю, устройства общества. То есть, на мой взгляд, сейчас как бы общество, ну, оно разучилось там самостоятельно что-то делать. И, кстати, ну, здесь и заслуга Советского Союза, по крайней мере, советского времени достаточно сильная, когда коллективизация там просто уничтожила общины, потому что они мечтали, мешали создавать колхозы. Вот. И государство, вот, ну, оно как бы, оно шло-то вроде бы как бы, говоря о том, что это будет хорошо всем в итоге. То есть, вот, ну, надо вот всех как раз заставить. Это вот авторитарный, кстати, способ решения вопроса был сделан. И по-своему результаты-то получились, но люди, получается, как бы абстрагировались от этого. И вообще потом, как показывает опыт, как бы перестали уметь что-то делать. Я так понял, вот, минус большой того, что коллективизация была, как бы, что там был очень авторитарный, да, метод, когда, то есть, государство все решает. Что, где, чего, где будет. И настолько человек атрофирован, что он сам не может управлять ситуацией вокруг. Его вообще, да. Ну, сначала... На месте вообще человека отодвинули вообще от всех. Но это получается как? Опять же, пока живы были те крестьяне, которые еще жили. Притом, эта традиция все равно была жива, и она еще в городе жила. Ну, достаточно было смениться одному-двум поколениям. К концу Советского Союза мы пришли к тому, что люди уже просто даже не воспринимали, что они что-то могут сами, и что они вообще как бы обязаны сами. То есть, вот живут люди в деревне, а они будут 20 лет бомбардировать местную администрацию, чтобы им выкопали колодец. Вместо того, чтобы собралось там 5 мужиков и сделал это за один день. Да, я тоже этому так возмущался. Это доходит до бреда просто. То есть, люди разучились вообще даже, у них даже в голову им не приходит, что они могут сами это сделать. Это вот поразительно, то есть, ну, казалось бы. И получается, это, в общем-то, мне кажется, это очень важный аспект того, что мы делаем. Вот в поселениях. Мы пытаемся научиться вот, ну, сами делать. И мне кажется, для государства это тоже большой плюс. То есть, люди, когда объединяясь, они многие социальные вопросы могут сами решить. Не надо государству с его ужасно неэффективным, как бы, там, вот этим вот расходованием бюджета и всем остальным, тратить бешеные деньги для того, чтобы там запустили сверху 100 рублей, пришло 2 копейки, как бы, да. А люди там, если бы им дать эти 100 рублей, они бы там на 200 сделали бы, как бы, да, там, инфраструктуры. Ну, это, конечно, вообще такая тема. Необъятна. Ну, а вот в итоге, вот, Саш, вот интересно просто, насколько ты считаешь для себя, для своей семьи правильным выбор переехать, вот, ну, в такое место жить? Доволен ли ты? Сделал бы ты, ну, такой же выбор снова, если бы тебе пришлось? Ну, в общем, представить, что сейчас опять 2006 год, вот, и представить, что мне столько же лет, сколько и было, и встает вот этот самый выбор, остаться в городе или переехать сюда. Да, но у меня есть вот это послезнание, как я сейчас здесь, как я здесь живу, у меня никаких сомнений, я бы сделал точно так же. Ну, какие-то, вот, изменил бы какие-то, устранил бы какие-то ошибки, вот, но я бы однозначно переехал бы сюда. Порывы фарды по Суспасу? Вообще, у меня порой как-то сон снится, я в холодном поток посыпаю, что я в городе, вот, это правда, это прям отлично. Спасибо тебе большое, Саша, спасибо. Классное у тебя поместье, процветание вам, развитие, дальнейшее. Вы в самом начале пути, я думаю, где-то такая красота. Саша, сюда тоже, спасибо. Да, все, отлично. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Саша человек очень вдумчивый, вот, и я думаю, вы найдете для себя полезные мысли для своих родовых поместий, или для просто там своих участков в сельской местности. То есть я бы обратил внимание на опыт, связанный с прудом, со стройкой, с огородом, вот эти вот наклонные, треугольные гряды. Большие, можно небольшие тоже делать, если у вас не так влажно, как у нас. Вот, очень такой полезный опыт. Ну, как обычно это получается, в чем-то мы сходимся, да, в каких-то выводах о том, что, как надо было делать, там, по поводу планировки есть какие-то общие вещи. Есть какие-то находки свои у каждого, вот, и у Саши. На мой взгляд, у них очень красивое поместье, конечно, и они большие молодцы. Ждем ваши комментарии, расскажите, что, может быть, мы упустили, вот, о чем надо было бы рассказать. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.